Признаки политического тупика. Вот что стало ключевым при принятии решения об изменении прогноза рейтинга. В агентстве отмечают, что в первую очередь хотели послать сигнал в Вашингтон, чтобы там скорее пришли к консенсусу. Дефицит бюджета в этом году может составить более полутора триллионов долларов, а признаков решения проблемы всё нет. Дело осложняется ещё и тем, что госдолг США продолжает расти и уже преодолел отметку 14 триллионов долларов. Если мы продолжим тратить больше, чем получаем, это нанесёт серьёзный ущерб нашей экономике. Президент Обама в непростом положении. С одной стороны, через полтора года надо идти на второй срок, с другой, откладывать непопулярные меры по сокращению расходов нельзя. Последствия могут быть непредсказуемыми. Американская экономика по-прежнему доминирует в мире, и на это даже не влияет экономический рост Китая или какой-то другой страны. Поэтому пока нет признаков, что доллар может потерять ведущую роль в мировой экономике. Другие признают, что доллару пока удается удерживать в мире хорошие позиции только потому, что альтернатива невелика. Но доказывать надёжность американских гособлигаций с каждым годом всё труднее. Конечно, очень тяжело предсказать, что произойдёт в будущем, потому что если посмотреть, что произошло в Ирландии или в Греции, год назад всё было нормально, и это произошло очень быстро и неожиданно. Поэтому есть определённые вещи, нужно, конечно, волноваться. И люди волнуются, особенно Китай и Япония, у которых много американских обязательств. Wall Street Journal резюмирует. Наивно думать, что дядя Сэм станет банкротом. В худшем случае Федеральная резервная система просто запустит печатный станок, чтобы помочь казначейству покрыть долги. В результате долг будет погашен, но ценой наводнения мира более дешёвыми долларами, что у нас дома приведёт к инфляции. Финансовые аналитики на Wall Street пока не рекомендуют стремительно избавляться от государственных облигаций США. Однако всё же призывают задуматься тех, кто имеет на руках займы длиной более двух лет. Мнения в оценке произошедшего в США заметно разделились. Кто-то здесь называется... Субтитры создавал DimaTorzok